Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По итогам нашего семинара у нас будет сделан большой лонгрид и весной мы планируем открыть выставку об истории сообщества Екатеринбурга Что именно мы хотим в результате этого исследования вообще увидеть? Сейчас мы все часто интересуемся историей города Как будто бы мы отдельно интересуемся какими-то историями, которые происходят с людьми романтическими или трагическими или историями их объединения и солидарности И отдельно мы интересуемся домиками, зданиями, улицами или пространствами Мне бы очень хотелось, чтобы в рамках этого исследования у нас наконец-то соединились два этих пространства информационное, историческое и физическое пространство города Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы у нас возникла такая ментальная карта сообществ Это не какое-то глубокое академическое исследование У нас как раз больше такая инвентаризация истории сообществ города И я бы хотела представить сейчас наших спикеров, чтобы передать им слово Сегодня у нас в гостях Ильдар Хабибуллин Он исследователь городской истории и архитектуры и руководитель проектов «Татарская слобода» Екатеринбурга и глава портала «Урал.Татар» Правильно? Да Автор телеграм-канала «Архит.Екат» И он нам расскажет как раз про историю Екатеринбурга-Татарского Дальше я бы хотела предсказать Елизавету Заболотов Она научный сотрудник Института истории и археологии «Уроран» И она нам расскажет про историю еврейской общины в Екатеринбурге И дальше я бы хотела представить Татьяну Мусанову Она историк и автор книг и статьи об истории поляков на Урале И она нам расскажет про польский след в истории Екатеринбурга Сейчас я передаю микрофон нашему первому спикеру И первая лекция у нас начнется как только включу презентацию Добрый день, пока Полина готовится Я коротко расскажу о себе и почему именно я рассказываю эту тему Я сам родился в Екатеринбурге Здесь живу и радуюсь С 2000 года я работаю в сфере строительства, архитектуры и согласования А с 2007 года в общественной деятельности по татарским и архитектурно-историческим делам Чтобы уточню немножко, приветствую, так сказать, анонс Полины Я расскажу именно о связи татарско-национальной и архитектурно-исторической То есть связь архитектуры с татарским следом Екатеринбурга А не просто про историю татар Чтобы про это рассказывать, для начала нужно также коротко узнать о том Как давно вообще татары появились на Урале и в Екатеринбурге Я буквально на этой неделе, готовясь к этой лекции Позволил себе условно разделить на три этапа появления татарного Урала и Екатеринбурга На три этапа разделил Первый этап это начиная с 1552 года, когда была захвачена Казань Произошла миграция по Волжье И чуть позже было захвачено Астраханское ханство Соответственно, оттуда была миграция И в основном эта вся миграция была на юг, на юго-запад области Сейчас также там в Нижесердинском, Красноуфимском, Очистском районах В порядках 40 татарских деревень находятся То есть это некоторым из них там по 400-500 лет Дальше, значит, это Сибирское ханство Когда Ермак пришел уже похоже и захватил Сибирское ханство Тогда уже на север произошла миграция И это Ирбит, Тавда, Туринск Вот те края, получается И учитывая вот эти факты, соответственно, можно быть уверенным, что к 1723 году, когда был основан Екатеринбург Естественно, татары с первых дней жили и строили этот город Второй этап это Екатерининская форума в 1775 году, которая произошла Она административно-территориальная была Пострадали в том числе от этого, в кавычках, казанская, особенно ухимская губерния, которая была на кантоны Вот эти кантоны жили по законам казачьего войска, да, то есть на рубеже с Оренбургом И, соответственно, благодаря тому, что они жили там, ничего с огня какого-то не просили, они тогда помогали, участвовали в каких-то отражениях атак с юга И, соответственно, Оренбург, Урал, оттуда же и миграция происходила в сторону Керенбурга И третий этап, самый массовый, это уже, получается, после революции и в период индустриализации То есть после революции, когда был голод на Положье в начале 20-х годов, много оттуда было переселений И самые большие переселения в Керенбурге, в принципе, Керенбург стал намного больше городом Это когда начали дали клич о индустриализации, строительстве центра на Урале под названием Керенбург Там, по разным данным, до 200 тысяч татар переселилось Но, учитывая все вышесказанное, и вообще татар, нужно понимать, что в те годы, про которые рассказал в те века И даже в определенной степени в начале, в середине 20-го века Эдмунин татары, это не те татары, которые сейчас То есть это собирательный образ всех нерусских, пиурских, мусульманских народов То есть там могут быть и башхиры, и байджансы и так далее Поэтому сейчас идет у нас перепись населения, поэтому эти моменты нужно уточнять И вот эти все деревни у нас на юго-западе, они были и башхирскими, и татарскими, и так далее Но сегодня мы флот татар И давайте ближе к современности Но начну я все равно с 19-го века На карте старого города нашего, так называемый Татарский Екатеринбург Или Татарский квартал То есть это центр города, где сохранилось немало количество домов сейчас Красным кружком выделен перекресток Антона Валика-Жукова Нам нечего показывать, поэтому расскажу, что просто там была мленья, которую герой следующего повествования построили Первым и самым известным до сих пор в Татарином Екатеринбурге был Ухис Мединагафуров Он родился в Татарстане, там жил в крестьянской семье, но вместо богатого соседа он поехал служить, и служить он поехал в Екатеринбург Прослужил порядка 12 лет, после чего стал интер-офицером К этому времени к нему уже приехала жена с сыном Начал потихоньку заниматься бизнесом Ну, бизнесом не в сегодняшних понятиях, да, это был лоток с сигаретами, потом фрукты на нашей главной площади города И потом, соответственно, этот бизнес родивался, в который включалась вся семья И со временем это стал уже большой высокооборотистый бизнес Значит, первое место, про которое расскажу, это торговый дом поначалу Дмитриевых Он был, который превратился на самом деле и визуально, и фактически в торговый дом братьев Агафуровых То есть это самое наглядное лицетворение большой богатой империи этих знаменитых купцов-меценатов Которая растянулась от Варшавы до Харбина Это 90-е годы, в здании сохранилась торговая функция, там был Детский мир Это уже сегодняшний день, также сохранилось все, но, к сожалению, не в том виде, в котором хотелось бы Но все-таки торгово-конторский центр присутствует Следующий, перед тем, как к следующим домам перейти, я расскажу коротко про который уже действует второй год Татаска Собода Екатеринбурга То есть вот в тихом центре Екатеринбурга, сакранцетти Шейкмана и вот эта вот камерная, так сказать, обстановка Мы развиваем проект, где находятся два особняка Агафуровых Дом особняк Миллера и дом Панова Лебенева Позже расскажу причины, почему именно эти дома Естественно, объединяя территорию с переменем Некурцов-Агафуровых Проект стартовал еще в 2019 году Сначала мы занимались особняком Миллера, презентовали его на Ночи городских инициатив Потом это все выросло на Школе наследия в Татарской свободе Екатеринбурга И в том числе благодаря фестивалю ЧО в рамках этой презентации и моей работы я это расширил до понятия Екатеринбург-Татаски Первый дом построили Агафуровы в 1895 году вот в таком виде Но начинал все так же глава семейства Хисамидин Он построил каменный первый этаж, но, к сожалению, в 1882 году скончался Достраивали уже с помощью проекта архитектора Дютеля его сыновья То есть его дом таким образом выглядел к концу века Дом, сейчас мы называем дом Занедина Агафурова, по факту, потому что его семья, а среднего сына там жила И сейчас здесь находится последний председатель республики Татарстан Оно выполняет и экономические, и культурные функции Здесь проходят всякие встречи, делегации и из Татарстана, и кембургские предприниматели Благодаря этому ведомству выделяют Татарстан, тем самым поддерживают связи культурные и политические, экономические Второй дом, дом Камальдина Агафурова мы называем, потому что как семья очень большая Позже будет видно Старший брат Камальдин, для него специально построили отдельный особняк И вообще, в принципе, кроме этих двух домов, весь этот квартал был усыпан домами, которые покупали Агафуру Там была и усадьба их большая, и просто они покупали и сдавали в наем своим приказчикам в магазинах и другим людям дома Чтобы, так сказать, организовать Татарский квартал И про Маленью, которую я ранее говорил, тоже они ее построили и содержали Камальдин Агафуров старший брат, но в первую очередь, рассказывает про Занедина, он все-таки более активный был Он был членом думы тогдашней, был гласным этой думы, участвовал в всяких комитетах и общественных организациях Но, тем не менее, авторитетом пользовался старший брат Сейчас здесь музейный клуб Дома Агафурова, он в 2015 году открылся и там кипит жизнь Проходят и музейные работы, и вне музейные, и мы там проводим свои также мероприятия, в том числе и татарские Так вот он выглядит внутри, требует очень, даже критит, я бы сказал, реставрации Но вот хорошо, с одной стороны, что, может быть, и нет денег иногда Потому что сохраняется у нас вот такая красота Потому что иногда, когда очень много денег, она исчезает И этот новодел, так сказать, он не так камерно выглядит Дальше, дом Лебедева и дом Панова Они отдельно стоящие были когда-то, но сейчас это одно пространство Почему? Они не имеют татарской истории, но почему мы включили проект Татарская Свобода? Потому что это логично, сохранить и развивать, и публиковать информацию о сокровищах деревянного зодчества И, соответственно, какие-то действия делать, чтобы вот эти дома, они не разрушались Потому что сейчас это единственный в нашей Татарской Свободе объект, который вообще под большим вопросом Он в ведении любимого кровеческого музея, у которого в ведении, кроме этих домов, очень много всего И, соответственно, сейчас каких-то определенных планов на завтрашний день не декларируется Но я думаю, что, учитывая работу музея, это произойдет, может быть, ближе к 300-летию Сейчас дом пустует, там есть охрана, слава богу, его никто туда залезть не может Но даже на фотографиях чуть-чуть видно, как дом просто уже весь накренился и разрушается То есть окна там выбиты и так далее, и так далее В следующем году мы планируем плотно заняться через, согласав с музеем, хотя бы какие-то там субботники провести И конституционные работы, может, вот наверху видно, даже вот на чердаке окошка нет Это не свежая входка, но сейчас все еще там так Следующий дом, это особняк Миллера На Шейкмана 18 находится Станский советник такой был Построили еще до него, но сейчас официально называется таким образом каменный дом Федор Огинович здесь работал в банке и, соответственно, этот особняк какое-то время его был Но в 20-х годах, после понятных событий, после революции, дом передали татаро-башкирской общине И здесь было очень много всего, начиная от Свердловской татарской школы, продолжая библиотекой национальной Был там театр, который, кстати, по свежим данным на Ленине 52-54, который сейчас продвигает Каменский Там тоже был он, но я про него не буду рассказать Но, соответственно, после войны там уже никаких татарских тем не было Было коммунальное жилье и потихоньку, к 90-м годам, в такое состояние здание пришло По закону о возвращении культовых объектов, ну это не совсем культовый объект, но имеют татаро-мусульманскую историю Поэтому этот дом отдали духовным правилам мусульманской области Ввиду отсутствия средств, в первую очередь, и организационных моментов Он стоял тогда в 2017-го года, но к этому времени нашлась группа татаро-мусульманных сенатов Которые создали рабочую группу, в которую я вошел и начали заниматься этим домом Как, я думаю, здесь люди в контексте, в теме знают, что такое сделать проект Даже хотя бы консервации, которые делался там год и в 2018-м году согласовывался А только, получается, к 2020-му году законсервировали дом То есть он был вообще без крыши Здесь еще крыша есть, но крыши не было Накрыли новой кровлей, запечатали его Сейчас он так не разрушается, как мог бы при отсутствии И сейчас идет разработка основного проекта реставрации Мы надеемся очень сильно, что к 2023-му году мы успеем все-таки восстановить его Чтобы он был достоянием И духовное правилам мусульман, естественно, будет решать, что там будет Но мы вместе с рабочей группой ведем работу к тому, что я сам надеюсь Что там будет именно не мечеть, а не духовная какая-то культовая вещь А культурный центр, который будет рассказывать об Ислам с культурной точки зрения Чтоб любой независимый мусульманин, христианин, националист пришел И посмотрел, что такое Ислам с культурной точки зрения Что это не только парадатые ребята где-то на Кавказе или на Ближнем Востоке А это еще и российские мусульмане, татары, башкиры и другие националисты Которые живут здесь испокон веков и, соответственно, работают, развивают эту территорию Всю территорию объединяет с Клира Гафуров Он наименование получил в 2018 году после 6 лет баталий Теперь, соответственно, это полноценная территория, которую мы и продвигаем как татарская свобода Планируем также, я надеюсь, 300-летие Екатеринбурга Не факт, что в таком виде, но памятник какой-то, может, собирательный образ или одному из Агафуров Его поставить в сквере В рамках сквера и позже я расскажу про парк 22-го подсъезда Мы хотим включить эту территорию в зеленый коридор, в так называемый зеленый каркас города Начиная от драмы, продолжая там, где сейчас новостройка УГМК, Антона Валика, наш сквер И к парку 22-го подсъезда, чтобы можно было комфортно в зеленой среде гулять Это мы разрабатывали, здесь я только один слайд поставил в рамках школы наследия Мы полностью изучили, аналийку произвели, не только по этим параметрам И вот такую логику придумали Момент следующий, люди, что такое проект Татарская свобода? Это не национальный проект, который хочет там собранту организовать Это архитектурно-исторический проект, проект урбанизма и проект развития городской среды И в нашей рабочей группе только я и Альфинур Некоторые, можно знать, на экскурсии проводят Татары Все остальные ребята русские, у каждого свой интерес И, соответственно, мы развиваем в разных направлениях В первую очередь архитектурно-историческом Дальше, ну я сейчас тут просто пролистаю, потому что первый раз эту презентацию провожу Агафуру участвовали в строительстве ипподрома Екатеринбурга Здесь сейчас парк 22-го портсиезда Первый велодром на средства Камаледина Агафурова был построен Там же были и теннисные Про это, пожалуйста, расскажи мне Про подробнее? Про велодром? Про велодром? Да, то есть сначала на месте нынешней Екатеринбург-Орея Сейчас вот я по порядку и буду как раз рассказывать Был велодром, который Камаледина Агафуров вложил там большую часть денег Построен был Потом, соответственно, там, кроме велодрома Это вот, кстати, фотография не факт, что оттуда Но просто есть в одном из точек информации, что там и футболом занимались И теннисный корт там был Потом, соответственно, впоследствии на этом месте Был построен уже, так сказать, на том месте, на Моллином, условно Центральный стадион в 1957 году И на его месте, ну вот, не знаю, как это назвать Но Екатеринбург-Орея вот такая вот появилась И, соответственно, контекст какой, что это именно историческое место Которое уже больше века здесь в спортивном плане работает И также в рамках Екатеринбург-Орея можно продвигать и эти исторические источники То есть не только жаловаться на то, что там вот хорошо или плохо сделали арену Или то, что три года уже не могут трибуны эти убрать А еще и про какой-то позитив и исторический контекст узнавать Дальше, значит, про тему велосипедистов На берегу, на набережной был такой павильон велосипедистов Общество любителей здоровья велосипедистов Восточниковых называлось Там же был центр проката велосипедов А зимой там был центр проката коньков Как раз это зимняя фотография Это вот с Архииката Всклейка была, стала То есть вот в каком восточном стиле он был построен Соответственно, у нас сейчас прогулочная и беговая надежда Там на велосипедах И пешком гуляют, бегают люди И пусть даже может не восстановить Хотя это была бы золотая мечта Но эту функцию тоже можно использовать Этого проката не хватает Агафуровские дачи Всем известный топонин, да Который не психбольница А вот такие дачи Агафуровых были На их месте сейчас ничего нет Вот такой лес Но я там в прошлом году был А фундаменты остались Поэтому там тоже археологию определенную можно производить После революции Агафуровы, естественно, эмигрировали Вовремя успели Это вот уже за границей Фотография Заканчивая их тему Коротко очень У нас есть старинное мусульманское кладбище Оно сейчас называется Таро-Башкирское Но на Репино Так как у нас не было до революции мечетей Она первая появилась в 80-х годах Про них я уже не успею рассказать И я их не готовил Поэтому Было в агентанское кладбище Что не свойственно мусульманам Молились люди в праздники Ураза-Байрам, Курбан-Байрам Прямо на кладбище Двух тысяч человек собиралось Ну и никто их не выгонял оттуда Советская власть То есть это вот мусульманское кладбище Это уже цветные фотографии Где-то 80-е годы И недавно мы В прошлом году Семейное захоронение С Клепа Гафуровых Попал в реестр Выговоренных Объектов культурного наследия И я надеюсь Что в следующем году Уже будет в основном реестре И соответственно Будет закреплено Там несколько членов семьи В том числе и Глава династии захоронены На кладбище есть История не только Татаро-Башкирско-Мусульмасская Там захоронены Погибшие в госпиталях И Екатеринбурга Войны Великой Отечественной войны 50 с лишним человек И вообще на кладбище не столько Татаро-Башкиры И русские, и евреи И разные фамилии есть Соответственно К 75-летию победы Был восстановлен этот обелиск В том виде, в котором Он и был построен изначально Здесь просто пролистаю Не чисто татарские здания Имеющие татарскую историю Усадьба Соколов В которой было в свое время Почти 20 лет Национальной культурной автономии Татарской Рудовской области Сейчас там Хорошая компания Гринбарк Которая атмосферу проводит И соответственно Нацелена сохранять этот дом Земская школа На Малышево-Московской Где были всякие Разные конторы В 90-х ужасные Был торговый дом Татарстан Была студия НКАТ Медиа Передача На областном телевидении Татарском выпускались И сейчас здесь тоже Хороший пример Ассоциация Особые люди туда заехала И на Грант они отреставрировали дом Усадьба Желобова И дома фабрика Богатиев Построил Желобов Потом Выкупили Богатиева Они настроили Третий этаж С зубьями Это Маленья была Они были мусульманами Соответственно Там она как общественный Ват Туда люди приходили Сейчас Пустует Ничего не понятно Екатеринбург 2000 Компания водит Которая филирована С УГМК И соответственно Что здесь не делать Но тоже Слава Богу охрана есть Была еще Здесь Фабрика У них Тоже заброшенная И я бы сказал Почти руинированная Заканчивая уже В конце Не совсем Про архитектуру У нас Была такая Казанбургская Железная дорога Практически та же Которая сейчас ведется В Казани в Москву Была в 1920-х годах И То есть Это вот Красноуфимский Я как Татарин Приглашаю вас в Казань Там Тысячелетний город Крутая архитектура А как походник Вот по этой Казанбургской Железной дороге Тоже рекомендую прогуляться Там классные биодуки Я только 2 из 5 Или 6 кажется вам Показываю Туда тоже можно съездить Один из них доступен Прямо чтобы полазить Дополнительная информация Вопросы Вот по этим контактам И сейчас можете задать Спасибо Мне есть вопрос Вот да То есть Много строил Агафуров Вот то есть Он по сути построил Ипподром Да Место что вы делали? Ну Наверное Да То есть Агафуров построил Ипподром Белодром Прокат Лодочный Да То есть Здесь конечно Интересно Зачем он это делал То есть Из каких-то Интуитических намерений Либо просто Любил Спорт Либо То есть начиная с одного Лотка До огромной империи И Они были мусульманами Но опять же Мусульманами были очень Такие Так сказать В светском плане Очень европеизированные Мусульманами Они общались И с Шаляпином общались И с Европой К ним приезжали очень много Соответственно Они были очень Open mind people Да То есть открытые К мировоззрению И Кроме того Что они естественно Я про это не рассказывал Чисто национальная история Они поддерживают Мусульманские общество Но они поддерживают У них было это просто Где-то Внутри Благотворительности Они хотели развивать город Они вкладывали в город Хотели жить в городе В котором им будет комфортно И Согражданам будет комфортно Вот как вот По сути Что вы делаете Город лучше Да Да Это был и мой вопрос Видимо Нет у нас ничего не получится Микрофон Это был и мой вопрос Про то То есть Они создали общество Велосипедистов И любителей И физического развития Одними Создатели Но при этом Если я правильно понимаю Может быть Это как раз ушло Как-то из истории В советское время Как будто бы они не создали Такого Сплоченного Мусульманского Или татарского сообщества Или нет Создали Они возглавляли Организацию Мусульманское Благотворительное общество Там была Мусульманская Женская школа Там татарская школа То есть Они сами Соблюдали Все В тюбетельках ходили И соответственно Это продвигали Но у них это все Было очень органично То есть Они не были Отдельно стоящими Мусульманами Татарами Они были В первую очередь Жителями города Слышал меня? Да Они были первую очередь Жителями Кербурга А во вторую очередь Уже их все Личные моменты были Они же там Особенно как жили Это все Внутри творилось Как раз Кстати по поводу велосипедов У них еще Есть турнир Который сейчас Музей проводит Там вот Камалитина Он такой тучный был Не по быстроте А на тихоходство То есть Дальше проедет Медленно То есть Производ Проходит Интересно Ладно Спасибо Может быть еще вопросы? В советское время В советское время В советское время Были какие-то маркеры Которые позволяли Татарам Друг друга Идентифицировать И как-то сплочаться Между собой Есть какая-то такая информация? Я вообще вопросом Не к нему татарскую Нанимаюсь всего два года Я человек молодой Но То что я успел найти В советском союзе Не было понятия национальности То есть Естественно Были там татары Были русские и так далее Но по большому счету Даже вот у меня родители Так же да Типа я у меня национальность Там Гажда советского союза Поэтому Подводя к теме Было очень много газет На татарском языке Но даже эти газеты Назывались допустим Социализм Юлы Путь социализма Да То есть там То есть писали про какие-то Партийные дела Про бытовые дела Но на татарском языке То есть Община была Да Но она не была Столь многочисленная Сколь она начала организовываться Уже в 70-х В 80-х годах Когда татарское движение Оно по всей стране Начало вставать на ноги Я имею ввиду Может быть даже Каких-то бытовых деталях Типа Праздники Которые В семье все же Поддерживали Какая-то Еда Которую То есть Кто приходит дома Знает Что это Татарский дом Здесь Я думаю Как раз Те кто С области С юго-запад Где у нас сейчас Татарский дом Кто приезжал сюда Учиться И сейчас Так же Происходит Татарский дом Мусульманский Мусульманский Традиции Мусульманский Татарский дом Татарский дом Татарский дом Татарский дом Который Татарский дом 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 Так что, чтобы всем было видно слайды. Может, если удобно, так можете, в принципе, и сидя рассказывать. Добрый вечер. Меня зовут Елизавета Заболотных. И я сегодня расскажу вам про еврейский Екатеринбург. Картинку я... Да, мне кажется, он... Мне кажется, тоже. Дуже. Мне надо ближе к тем, к тому. Да. Собственно, хотела бы сказать про картинку, которая была нарисована Екатериной Калужниковой для фестиваля «Еврейский Екатеринбург», для путеводителя. Я ее оттуда прибрала себе. Для начала я бы хотела сказать вообще, как евреи появились здесь у нас в Екатеринбурге, потому что очень долгое время они здесь не проживали. И вообще, в принципе, в Российской империи они не проживали. Они приезжали, делали свои дела, то есть купцы появлялись и уезжали назад. Но после раздела Речи Посполитой в XVIII веке переходят к Российской империи огромные территории, территории современной Литвы, Белоруссии, Украины. И как раз на этих территориях проживает огромное количество евреев. Что с ними делать? Непонятно. Потому что абсолютно другие люди, другой язык, евреи в этой местности говорили на идиш, другая религия. Поэтому Екатерина вводит так называемую черту оседлости. Она отделяет территории, на которых разрешено проживать иудеям. Если вы хотите покинуть эту территорию, нужно сменить веру, нужно перейти в христианство. Собственно, поэтому очень долгое время на Урале не проживает людей. Конечно же, они потихоньку начинают проникать вглубь страны, потому что все-таки уральские заводы, они привлекали инженеров, они привлекали купцов. И поэтому в 1824 год Александр I, путешествуя по Уралу, замечает кучки евреев. И ему доносят про то, что вот эти вот самые евреи развращают наш тут местный народ, скупают золото и в своих поясах вывозят золото с заводов. Поэтому Александр I вводит секретный указ о том, чтобы евреи не то, чтобы не проживали около заводов уральских, но даже и проездом не находились, в том числе и в Екатеринбурге. Законодательство меняется и в 1827 году Николай I вводит так называемую рекрутскую повинность, натуральную рекрутскую повинность. Если до этого евреи просто должны были откупаться, они не имели права служить в армии, то с этого года они должны были служить в армии. В рекруты набирали мальчиков с 12 лет. Почему с 12? В 13 лет считается еврейское совершеннолетие. То есть в 13 лет мальчик принимает на себя все обязанности иудея. Поэтому мальчиков набирали с 12. Их отправляли в школы военных кантонистов, где они обучались. Они обучались языку, они обучались военным каким-то знаниям. Также они получали разных образований мастеров. То есть очень много было сапожников, скажем, или портных. И это потом им пригождалось уже дальше в последующей службе в армии. В 18 лет они поступали на службу в армию и в 25 лет служили в армии. Таким образом... До 40 лет получается не служить? Получается всю жизнь. Да. До 40 лет. Если мальчик, получается, из черты оседлости его забирали, то можно сказать, что семья полностью уже с ним прощалась. Потому что мало того, что далеко его увозят, еще, конечно же, шла ассимиляция. Большинство мальчиков меняли веру. Но к нам на Урал поступило большое количество, больше 100 человек иудейских солдат. В 1843 году приходит в Екатеринбург такое большое количество солдат. Они здесь начинают проходить службу. Они женятся, создают семьи, строят дома. Для них открывают малейный дом. Для них организуют кладбище. Это было первое еврейское кладбище в Екатеринбурге, где сейчас находится современное Михайловское кладбище. Напротив было лютеранское, и около него создали еврейское кладбище. В 50-х годах заканчивают там захоронение, и в 80-х оно было уничтожено. То есть вот левая часть около Михайловского кладбища была полностью уничтожена. Люди, которые видели, в принципе, эти кладбища, они рассказывают, что и лютеранское, и еврейское были невероятно красивыми, потому что памятники были потрясающими. И вот один из памятников, который сохранился на Михайловском кладбище, вы можете себе представить, он около 4 метров. То есть это вот высоченный, абсолютно невероятный, красивый памятник. Ну и тут немножко отступлю. На Михайловском кладбище остался небольшой кусочек еврейского кладбища, но также там захоронены очень многие интересные деятели еврейские, не только иудеи, да, но вот, допустим, всем известный Аркадий Коц, его могила находится там. То есть Аркадий Коц — это человек, который перевёл на русский язык «Текст интернационала». Ну, вернёмся немножко назад. Значит, община была создана. Вот эти вот евреи, солдаты, они создали здесь первую еврейскую общину, но, к сожалению, меняется главный горный начальник Гринка. И новый горный начальник, вспоминая секретный указ Александра I, выводит всех иудеев из города. Вместе с семьями все солдаты были перевезены в другие города. В 60-х годах ни одного иудея в городе не проживало. И вот здесь я бы хотела привести отрывок из письма. Сосланный на Урал поляк пишет своему отцу и говорит о том, что в этих сторонах люди живут со дня на день. Они очень бездейственные. Зима их приучила к бездействию. И не раз мне приходила на ум мысль, что для оживления этого народа и пробуждения в нём жажды действия нужно евреев. Но евреев здесь нет. Им же причина здесь проживать. Однако мне кажется, что рано или поздно сюда евреи проникнут. И как в воду глядел, меняется законодательство и черту особенности разрешается покидать всем лицам с высшим образованием, всем, у кого есть медицинское образование любое, и разным ремесленникам, их ученикам. Собственно, именно они начинают формировать здесь постоянную еврейскую общину, которая существует и по сей день. Все газеты запестрили тут же объявлениями разными. Это и Генрих Перец, и Кисельман, и Йофин. Все предлагали что-нибудь купить. Это были и врачи, которые себя рекламировали, и купцы рекламировали свои магазины. И сегодня я бы хотела рассказать о нескольких зданиях, которые всё ещё сохранились в городе, и которые как-то относились к еврейской общине. Здание на Шейкмана-Ленина. В 1901 году его приобрёл купец первой гильи Генрих Перец. Изначально он приехал в город, и в конце 19 века он организовывает здесь прачечные, потихоньку развивает свой бизнес. У него получается хорошо развить белошвейное производство. У него несколько магазинов. Около 10, по-моему, мест, где отшивается одежда. Он очень известный. Его товар пользуется спросом не только на Урале и в Сибири, но его знают по всей стране. Он получил несколько заказов от императорской семьи, чем очень, в общем, гордился. И вот он приобретает эту усадьбу, достраивает у неё вот эту часть, двухэтажный домик, и сюда переводит, собственно, свою фабрику. Фабрику пуха и пера. Люди, которые жили там недалеко, потом вспоминали, что запах был просто ужасающий. Сейчас здесь находится таможенное управление. Вот, собственно, семья Генриха Борисовича, сам Генрих Борисович, его жена Жозефина. У них была очень большая семья, 13, по-моему, детей. Все дети получили высшее образование и влияли очень на развитие города и, в принципе, на развитие, можно сказать, и страны. Двое сыновей было у него очень известные адвокаты. Были врачи. Вот, например, Леопольд Перец, микробиолог, он изобрёл коллибактерин. Для нормализации ушёл текст флоры кишечника. То есть, как раз это тот человек, который во время войны спасал солдат. После того, как использовали антибиотик, нужно было как-то восстанавливаться. Он всё ещё, можно сказать, и по сей день спасает нас все бифидобактерии. Вот то, что препараты мы принимаем, изначально это его изобретение. Борис Перец преподаватель в УПИ преподавал. Тоже очень известный у нас. Кто занимался химией, его многие знают. Семья Перца поддерживала еврейскую общину. Они поддерживали как раз, собственно, кладбище. И Перец Генрих Борисович высадил даже там тополину в большую красивую аллею. Следующее здание на Малышево, 58. Последнее время оно стало очень известным, поскольку в нём решили именно разместить дворец в шахмат. В 1910 году этот дом приобрёл купец Поляков Харитон Павлович. У меня уже дальше. На самом деле его звали Хаим Пейсахович. И он был владельцем кондитерской фабрики, первой кондитерской фабрики в Екатеринбурге. Что интересно, он был иудеем, но для того, чтобы шёл бизнес хорошо, ему пришлось сменить веру. Он перешёл в лютеранство. Ему пришлось развестись со своей женой в синагоге. Потом они поженились снова, уже в кирхе. Ему пришлось, его детям пришлось пройти, как говорят, унизительный процесс установления отцовства. И мальчики в их семье, они все переходили в лютеранство, чтобы дальше продолжать бизнес. А девочки оставались иудейками, потому что самое главное, иудейство оно передаётся по маме. То есть если мама иудейка, всё хорошо. Как гласит городская легенда, именно в этом доме хранилась касса еврейской общины. Досказательств нет, но легенда. И Генрих Борисович Перец, 1925 год, когда УПИ отпочковалась от УРГУ, у них не было сначала своего официального здания. И лекции проходили во многих зданиях в городе. И вот это одно из зданий, где, собственно, Борис Перец проводил свои лекции по химии для студентов УПИ. Можно я тоже тут вставлю? А это здание было национализировано при этом, наверняка же, или нет? Да. Все, не осталось. То есть ни одно из зданий, которое я рассказывала, они, конечно, не остались в собственности. И люди продолжали там работать, просто, вот, допустим, управляющие как-то. Но, что интересно, иудеи передавали здания сами, в большинстве случаев, чтобы спокойно передать и остаться. Вот, собственно, сам Харитон Павлович и коробка, жестяная коробка из-под его конфет. Так он красиво упаковывал. Следующее здание – дом врача Астана, Пушкина, 8. На самом деле, это здание было построено Анцелем Бульфовичем Анцлевичем. Это владелец первой часовой фабрики на Урале. Ему принадлежало много домов в Екатеринбурге, и сама фабрика находилась на Ленина, Мамина, Сибиряка. А этот дом просто был доходным. Дочка Анцлевича, она вышла замуж за Самуила Аса, который был дантистом. И в этом здании, собственно, которое потом перешло ему, он организовал кабинет. Что интересно, в прошлом году половина этого здания была выставлена на продажу. Чем закончилось, не знаю, но вот около 19 миллионов, по-моему. Как гласит тоже легенда, то, что Самуил Ас был, конечно, хорошим донтистом, но также он любил участвовать в тушении пожаров. Это было его такое увлечение. И говорят, что он мог вести прием, услышит звон, пожар, он бросал клиента в кресле и бежал тушить пожар. Но это тоже легенда. Собственно, сам Анцелин Слевич. Какую роль они играли для еврейской общины? Сын Анцелина Слевича был казенным раввином еврейской общины. То есть в России существовала система двойного раввината. был духовный раввин, это обычный, который знает все, как делать, все обряды, все. И был казенный раввин, который, собственно, как чиновник это осуществлял взаимодействие общины и государства. Была фабрика шикарная тем, что качественно были часы. Они были сравнимы с немецкими часами, со швейцарскими часами, но стоили очень дешево. И когда Вит приехал в Екатеринбург познакомиться с предприятиями, с городом, он посетил фабрику Анцелина Слевича и очень высоко ее оценил. И еще один памятник архитектуры это дом Сяна. Тоже очень известное здание в нашем городе. Оно было построено в 1910 году главным архитектором Екатеринбурга Янховским для Исаака Сяна. Исаак Сяна это горский еврей врач, женский врач и детский. Он закончил Казанский университет, приехал к нам работать в Екатеринбург и здесь организовал частную практику. Он был врачом как раз жены Янковского. Да, заканчивал. Это четверть выступления еще. Да, все прошло. И поэтому Янковский для него, собственно, создал проект здания. На верхнем этаже располагались комнаты семьи и, собственно, больницы. Нижние этажи были отданы для разных магазинов, для разных предприятий. Исаак Абрамович Сяна также передал свой дом. В 30-е годы он уехал на юг работать, в Сочи, но из-за войны ему пришлось вернуться обратно. Конечно, в свой дом он не смог вернуться. Ему была выделена квартира. И когда его не стало, жена его уже жила вместе с сыном, с его семьей. Есть информанты, которые вспоминают, что это была такая уже пожилая, очень грустная женщина. И она все время говорила, «Эх, вот был ведь у меня свой дом, а теперь я живу на кухне с собакой». И что еще хочу сказать. Сяна играл очень тоже важную роль для еврейской общины. Он был мойлем. Он делал мальчиком обрезанием. Он был админ из трех мойлей в Екатеринбурге. И здесь, поскольку, ну, я так поняла, мы говорим о религии, поэтому я хотела показать карту. Это карта Екатеринбурга, 1917 год. И здесь мы видим здание всех религиозных культов. Это и синагоги, это и костел, и кирха, и все православные. И вот мы видим мечети мусульманские, собственно, вот весь квартал мусульманский. И следующая карта, немножко, да, нечетко, 1931 год. Мы видим староопряческую церковь, хладбищенские церкви и синагогу. И что интересно, характерно для нашего города, да, да, то есть, так же, как и в других везде местах церкви, молельные дома закрывались. Но у нас они еще и разрушались. Поэтому, собственно, зданий у нас религиозных не сохранилось. И если мы откроем такую же карту 40-х годов, то это останется только уже две кладбищенские церкви и синагога. Синагога у нас не закрывалась до 1961 года. Евреям все время удавалось ее отстоять. То есть, вот это вот настолько мощное, сильное сообщество, и они все время умудрялись как-то обосновать, что нет, нам она нужна. И ее закрывают 1930 год, ее закрывают, и евреи пишут письма, прошения про то, что, ну дайте нам хоть какое-то здание, или это верните, или позвольте нам другое какое-то, нанять квартиру какую-нибудь, или открыть на кладбище. И на кладбище действительно был возведен дом строения. Я, к сожалению, фотографию убрала. Да, но синагога им тоже была возвращена. И вот она, маленькая вот эта вот деревянная синагога на Куйбышево. Она была построена в 1916 году. Благотворительная организация еврейская подала прошение о том, что евреям не хватает, евреям-беженцам, беженцам Первой мировой войны, им не хватает бани и миквы. Миквы — это бассейн для ритуального омовения. Им разрешили построить вот эту баню, но как баня она фактически не функционировала, она сразу преобразовала статус молельного дома, а потом и синагоги. И это была единственная синагога в городе, то есть можно представить, 30-е года в городе 3,5 примерно тысячи евреев, и вот у них один молельный зал на 150 человек. По закону о реституции земля — это была возвращена еврейское общение, но немножко вот правее было построено здание новой синагоги. Так что можно сказать, что приблизительно вот это место уже более ста лет как-то относится к еврейской общению. Но еще я тут хотела бы сказать пару слов, в принципе, о зданиях. Это здание Попова-Сако-Ябанцетти. Здесь была открыта первая еврейская община Екатеринбурга. Ой, община, простите, синагога. Значит, оно состоит... Это усадьба, вот это вот 4, можно сказать, здания. Первое здание было построено первой половине XIX века. Вот эти... Тут вот два их здания, и вот это... Вот это кусочек, конец XIX века, а вот эти вот два — это уже начало. Начало XX века два каменных здания были построены Янковским, и в одном из них располагалась первая санагога Екатеринбурга. То есть верхнюю часть здания просто община сняла, и до 1928 года они приходили туда на моление. В конце этот дом принадлежал Агафурову. Самый последний владелец был Агафуров. Еще один. И проблема, значит, сейчас состоит в том, что вот эта вот часть здания, она признана памятником архитектуры, а самая старинная часть, вот этот кусочек, он не является памятником архитектуры. И все, что угодно может случиться. Агафуровым принадлежит, я подчеркиваю. Единомусленник нашелся. Ну и вот небольшая карточка. Это все официальные места, где были синагоги или молельные дома в Екатеринбурге. Я не стала говорить про современность, потому что очень много всего. Да, большое спасибо. Ладно, большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть какие вопросы? Так, ну, давай. Да, я хотела на самом деле спросить. Я несколько раз услышала фамилию архитектора Януковского. Он был, конечно же, главным архитектором города, но, может быть, он еще каким-то образом относился... Нет? К полякам. К полякам? Конечно. Януковский тогда. Ладно, а полякам были сейчас чуть-чуть побольше послушали. А с поляками не все так чисто. Да? Перемешение всех. Всех перемешивают. Ну, а да, может быть, вот, то есть, Сококурова построили много полезного для города, а еврейская община. Есть вот такие знаковые места, которые появились благодаря ей? Ну, то есть, помимо часового завода, шоколадной фабрики. Это вы не дистанции? Первое, боится для женщин. То есть, это было очень важно. На самом деле... Была всего одна небольшая клиника тогда для женщин, и это позволяло расширить, в общем, эту систему. Была очень тяжелая ситуация в городе, и многие женщины не обращались к врачам. А полиция для женщин, это как бы гинекологическая? Гинекология, да. Женская консультация. Рожари там, он проводил серьезные операции в городе. Вообще, было очень много врачей. Я не рассказывала здесь, но, допустим, очень известный врач, Котелянский, который работал... Многие из них работали бесплатно просто, потому что, чтобы наработать практику, к евреям не шли лечиться. Не хотели. И было так, что... Слышала я одно высказывание такое. Моя бабушка рассказывала, что как это к евреям пойти лечиться? Это невозможно. Поэтому им приходилось бесплатно нарабатывать пациента. И был врач Котелянский, очень известный, и он заболел, умер в раннем возрасте, заболел тихом. Но когда его хоронили, то рассказывают, что практически весь Екатеринбург вышел, и вот эта Ленина, она была просто вся забита людьми, его несли на еврейское кладбище. То есть в городе они играли очень большую роль. Я бы переформулировала немножечко этот вопрос, если можно. Я бы задала такой вопрос. Есть ли какие-то практики, может быть, примемо религиозных, которые еврейская община очень сильно поддерживала и распространяла? То есть мы на предыдущем примере видели общественные практики про популяризацию спорта неожиданную. То есть, может быть, какие-то практики, которые может как-то себе присвоить. Вот можно и подробнее. Агафурова и подробнее, можно сказать. Агафурова и подробнее, а может быть, они там ставки принимали? На самом деле, в то время было очень модно спорт. То есть они исследовали просто моды. В городе не было, не развито было, и вот именно они взяли в оборот. На тренде. Да, да, да. То есть они развлекались. Евреи, они занимались благотворительностью. То есть это и бесплатная врачебная помощь для города. Я не знаю, как у него были бесплатные столовые. Я думаю, что, конечно, они и благотворительностью занимались. Я знаю одну историю про то, как евреи и купцы, они поддержали Агафурова. То есть там была какая-то такая... Я найду вам документ этот, да, я его читала, что была какая-то неприятность у Агафурова. И именно еврейские купцы, они за него вступились. У них при конкретном состоянии было, и, наверное, тогда... Вот, может быть, да. Ясно. Ладно, большое спасибо. У меня еще вопрос? Да. Так, ну, встречный вопрос. Кто-нибудь занимается, условно говоря, остатками кладбища? Вот то, что вы сказали, целенаправленно. Я начала тихонько ходить. Ну, так же, как я думаю, что такие. Да, и Беркович тоже. А, Беркович, да? Мы тоже с ним общались. Так, и вот вы сказали, что на кладбище были у вас культовые сооружения. А это вообще, ну, допустим, у мусульман это не очень приветствуется. В принципе, религиозный обряд исправлять на кладбище. И, ну, строить я не скажу, но, скорее всего, тоже. Вот, как вы уверены, это было вынуждено меряем? Или вот это нормально, как церкви стоят на кладбище, по христианам? Вы имеете в виду строение... Религиозные риски, синагоги. Да, ну, на самом деле нельзя. Ну, если нужно. Ну, вынуждено меряемо. Да, изначально это было построено как старушка, как место, где проводили ритуалы перед погребением. Но потом пришлось, да... Абсолютно такая уже картина. Но на самом деле, если мы посмотрим на западные губернии, допустим, в Польше, мы можем найти синагоги, так называемые кладбищенские синагоги. И там немножко есть, скажем, обход такой, то, что если синагога находится за забором кладбища, то значит, что все нормально, можно. Ну, формально соблюдать. Да, да, да. И здесь была та же самая история. Спасибо. Большое спасибо. И я бы тогда уже хотела передать слово Татьяне Васильевой. Раз-раз. Конечно, про поляков можно говорить много, но мы будем говорить коробцей и внятно, поскольку времени уже поджимает немножко. И, конечно, эта фотография сделана не в Екатеринбурге, но чтобы вот какой-то такой задор настроить, создать, соответственно, я решила сразу зайти с козырей. Яркая одежда, красивый флаг, и все дружно куда-то идут. Дело все в том, что если даже сегодня мы с вами спросим друг друга, есть ли у меня польские корни, окажется, что практически у каждого второго какая-нибудь бабушка-пробабушка была обязательно, если не полькой, то очень как-то близко там в каких-то отношениях. И поэтому вот эта вот тоска по каким-то польским корням очень у многих есть. И поэтому польское общество, которое появилось в Екатеринбурге уже в современном виде, на, так сказать, обломках общества польско-российской дружбы, оно не оскудевает. Постоянно туда приходят какие-то люди с разными целями. Кто-то хочет выучить язык, кто-то хочет больше как-то так прикоснуться к истории своих предков. Ну, в общем-то, цели разные. Главное, что вот эта ротация, хотя постоянная ротация, но какой-то костяк тоже есть, идет, эта тема не ослабевает. И несмотря на то, что вот уже и 20 лет отметила польская школа и польское общество там несколько лет назад, все еще, ну, все еще есть спросы, постоянно находятся какие-то энтузиасты, которые хотят эту тему дальше двигать. Поляки в Екатеринбурге появились сразу вместе с основанием города. О, я опять меня туда нажала. Сейчас буду правильнее делать это, наверное. И вот эта как раз карта, она дает понимание, почему это произошло. Сегодня уже прозвучала тема разделов Польши в связи с евреями. Ну, а поляки и евреи, они, как говорится, два легких, одной большой Европы, в смысле, когда у нас был произведен вброс поляками, тогда же произведен был вброс евреями. Только евреи долгое время, как бы, им приходилось укрываться, поскольку действительно был запрет на въезд в Сибирь. И долгое время, до 1810 года, по-моему, им вообще нельзя было там появляться. И вот здесь мы видим, в XVIII веке при Екатерине окончательно происходит раздел Польши в начале 1-й 1772 год, последний 1795 год. Вот эта желтая часть, она продолжает существовать в разных там национальных, а остальное становится частью Российской империи. Все это российские граждане, хотя они с другой культурой, с другой ментальностью. И время от времени в их головах созревает план, что надо бы вернуть все, как было. И поэтому начинаются польские восстания. Первое, ну, на самом деле, первые поляки, которые сюда попадают, они тоже были не по своей воле, они еще не поняли всей прелести, то есть они не как в Америку бежали сюда. Это были те, которые были пленные в разных сражениях. Со времен еще Ермака, вперед в Сибирь. Ну, это тоже полякам лестно. Если бы еще до Ермака кто-нибудь туда наступал, наверняка они пару поляков бы туда приписали. Ну, в любом случае, Сигизмунда Гербештейна какого-нибудь, который тоже путешествовал. И, в общем, чем дальше, тем, я думаю, что рядом с Чингисхамом наверняка какой-нибудь поляк там скакал куда-нибудь и так далее. Но, в любом случае, нас это конкретно Екатеринбург интересует. Поэтому, когда мы бываем на платинке, мы можем посмотреть там на красивую надпись, кто же основывал Екатеринбург. Это в том числе будет поляк Ян Королевич. Это товарищ, который с полком солдат пришел строить Екатеринбург. И, таким образом, мы можем считать, что с 1723 года уж точно какой-нибудь поляк в истории что-нибудь сделал. Ну, и, естественно, польский след уже прямо в платине. Там наверняка какой-нибудь мертвый поляк лежит и на нас фонит тем старым временем. Ну, а потом вот шли в Сибирь. Это любимая польская тема. Она очень грустная. И, действительно, когда в нее погружаешься, очень все печально-препечально. Но, с другой стороны, это еще и стало тем, ну, вот таким национальной идентификацией. Сибирь, это страдание, это жуть. И этот миф, ну, он не до конца миф, потому что и так было. Но в то же время, потом времена изменились, когда вот здесь вот мы тоже видим поход в Сибирь. Это в Сибирь по этапу идут те самые ссынные поляки. Но из-за времена изменились, и Сибирь оказалась землей обетованной. Но, правда, произошло это уже чуть даже позже, чем Александр II. Почему он здесь у нас появляется? Дело все в том, что если во времена предыдущих царей время от времени там какое-то польское движение прослеживалось, это были в основном люди, попавшие сюда, ну, немножко против своей воли, например, солдаты. Так же, как с евреями-контонистами, поляки тоже служили, тоже требовали каких-то своих прав, чтобы их религиозное настроение учитывали. Но при Александре II выходит манифест, который освобождает, дает свободы многим, попавшим в Сибирь во времена его отца Николая I. И, получается, с 1856 года поляки немножечко им разрешается с мест своей ссылки, куда они были там отправлены, в Восточную Сибирь, еще куда-то. Ну, то есть, короче говоря, свободу дали, но многим не разрешили вернуться на родину. Поэтому они за это время, многие были осуждены в 1830-м, в 1848-м году. Там постоянно эти восстания были, и уже обжились в Сибири, у них появились какие-то там бизнесы свои. Не то, чтобы уж все так поднялись, у кого как судьба сложилась, но вот тогда к нам и забросило тех, кому разрешено было из Восточно-Западной Сибири уехать, но они к себе на родину не смогли еще вернуться. И тогда говорится о том, что вот они хотят построить костел. Но здесь я хочу особенно обратить внимание, что самый такой, наверное, ключевой момент – это и реформа Александра II, которая порождает наличие такой прослойки в обществе, как интеллигенция. И вот в эту интеллигенцию как раз очень стремительно врываются поляки. Они становятся учителями, они становятся инженерами, многие из них. А когда уже строится железная дорога, то лучше них и нет. Если мы посмотрим списки железнодорожных инженеров, очень часто будут польские фамилии, или какие-нибудь вычурные, или ски, ичи и так далее. Ну, конечно, там нужно все смотреть, проверять, был ли это поляк или еврей, или обрусевший поляк там и так далее. Но у нас сейчас интересует, вот откуда это за общество пошло. То есть это были ссыльные, но чаще всего все-таки их не ссылали в Екатеринбург, он не был местом официальной ссылки. А люди, которые уже немножко тут так посидев где-то вдали, приехали к нам, приехали те, которые строили железную дорогу, приехали те, которые в России у многих поляков, например, была возможность быстро продвинуться по службе. Например, поступая на службу лесничим, у него мог идти год за три. То есть он быстрее приближался к пенсии, у него здесь была служба, ему понятно, у него была работа. И поэтому у нас на определенном этапе в XIX веке чуть ли не до 90% корпуса лесничек были поляки. И также с железнодорожниками было очень много их было. Но проблема была вся в том, что сообщество не существует без вожака. Потому что на самом деле писали в газетах о том, что да, вот вроде как община есть, а вот ничего не делают. И тут еще я хочу сказать, что после реформенной период начинается вот это бурнейшее строительство нашего чудесного города. Поскольку, если мы посмотрим на строительство домов с 1870 года, просто, как говорится, Екатеринбург строится. Примерно так же, как это происходит сейчас, появляется много зданий. Хотя на самом деле у нас были очень экономные горожаницы. Потому что чаще всего они выкупали какое-нибудь старое строение, перестраивали его под себя. Поэтому город, ну как бы если мы так посмотрим, вроде ничего не меняется. Но на самом деле каждый хозяин там что-нибудь добавлял. И вот главный хозяин, благодаря которому все тут закрутилось и образовалось именно какое-то польское такое существование, это был Поклевский козел. Его особняк на Малышева 46, Покровский 48, можно здесь увидеть. Поклевский козел в 19 лет попал в Сибирь. Сделал здесь хороший бизнес. У него были прекрасные помощники из числа семьи. А потом оказалось тут, оказывается, так клево, что можно в его... Ну это почти как туда пускают без QR-кода и так далее. Короче говоря, к нему просто толпа поляков стала валить, потому что тут все хорошо, цензуры особой нет. Говорим на польском языке, все клево. Но это было, правда, не совсем в Екатеринбурге. Это было в Талице. А в Екатеринбурге он построился именно потому, что город мощно начал развиваться. Ну, железная дорога, которую он, собственно говоря, тоже и подтянул сюда. Но главное, что единоверцы прижали, и он не только вином и водкой торговал, он вынужден был помогать. Не, у него это искренне было вполне. Давать деньги на строительство храмов. И вот этот храм святой Анны он построил фактически на свои деньги. Но для того, чтобы храм построить, тоже тут нужно несколько слов сказать о том, почему с таким трудом шла вот эта вот тема национальной идентификации и так далее. Со времен Николая I, то есть с законов 1839 года, которые до 1905 года фактически господствующей религией было православие, дети от смешанных браков должны были воспитываться в православной вере, никаких национальных языков во время богослужения. Ну, допустим, если ты, хоть тебе и разрешат служить где-нибудь там к Синзу, но он должен хотя бы на латыни, никаких польских проповедей, только на русском языке. И поэтому каждый раз община очень-очень долго добивалась того, чтобы построить церковь. И в конечном итоге тут тоже было такое слезное моление. В конечном итоге им сказали, стройтесь на свои деньги. Они пустили обходной лист. То есть каждый что-нибудь там, один облик написал там. Ну, Баклевский понял, что ждать ему еще долго, и написал Баклевский козел, все остальное. То есть люди собрали тысячу, он дал 19 тысяч, и за два года этот храм был построен. Но самое интересное, тут, когда я читала об освящении храма, это то, что в этот храм пришли все горожане разных конфессий, лютеране, православные. И они, ну, видимо, воспринимали это не только как какое-то религиозное место, а как место такой классной тусовки, где можно петь. И потому что они все так дружно там пели. Ну, и корреспондент сказал, мы, ну, в общем, мы увидели там госпожу там такую-то, секую-то, пятую-десятую, и православные, я не знаю, были ли там евреи, но мне кажется, в тот момент вот эти вот потом уже, типа вот у нас там есть экуминизм, у нас там был естественный экуминизм, потому что, видимо, интеллигенции было так мало, они все все равно постоянно тусовались между собой, были в сцепке твердой, и поэтому они на всех этих культурных событиях очень долго пересекались. И там мне очень важно было где. Здесь я закинула пару карт. Дело все в том, что когда-то в начале, ну, нет, 2000-х, у меня была такая мысль, то есть в 37-м году католическая община, ну, в общем-то, естественным образом кого-то расстреляли. А, вот, я про законы. Речь идет о чем? То есть поляки не могли тусоваться вместе особо, и если уж тусовались, то только поляки и поляки, и только католики в своей среде. То есть никаких гражданских обществ, типа, вот мы хотим создать тут польский кружок, никто бы им не позволил, аж до 1905 года. Поэтому самыми важными центрами становились дома богатых представителей какой-нибудь общности. Вот у нас это был Поклевский. Ну, были и другие горожане, просто Поклевский, он, видимо, как-то, типа, ну, давайте я буду главный, используйте мой дом, подтягивайтесь. И когда уже церковь появилась, соответственно, там еще была библиотека. Вот, собственно говоря, все, многие из вас, может быть, все абсолютно ходили в магазин Пеатровский. Пеатровский – это поляк в Перми ссыльный, который первый книжный магазин основал. И вот потом это все, видите, до нас дошло в таком преломлении интересном. Тоже поменял представление о том, как можно жить. И у нас тоже в Екатеринбурге поляки, не только Поклевский, конечно, был, но я хотела сказать, что, во-первых, с 909 года практически каждая община имела свое благотворительное общество. Поляки тоже были общество, пособие бедным прихожанам католического костела. И поляки настолько срослись с костелом, потому что, ну, у них единственная возможность была самоидентификацией через религию. Поэтому это было очень сложно разделить. В начале 2000-х я взяла список тех, кто там заявил себя как активисты католической общины и прошла по нему. Почти все дома были разрушены, но самое интересное, что жили они как раз в такой локализация была Малышева, Роза-Люксембург и немножечко еще, ну, в общем, такой вот квартал Белинского. То есть, видимо, как Поклевский вбил в гвоздь свой, вокруг него вот этот вот облачко возникло. Ну, потом, кстати, следующая история будет не моя, а во время, наверное, этих встреч про то, как защищали дом Фольковского. Это вот как раз один из следов польской диаспоры здесь. Ну, и дальше я просто хочу... Ну, могла бы тут показывать, дальше мы стремимся. Вот это немножечко про костел. Вот так выглядел костел. Он находился на площади гостиницы, напротив гостиницы Центральной. Поклевские для своих нужд купили здание на Гоголе 9. Тоже было католическое кладбище, один из маркеров. Тут такие вот моменты. Это уже пошел 1937 год. И там очень ярко, то есть в начале 1925 году немножко попугали, но там не убивали. Ну, или не очень сильно убивали. А в 1937-м так очень сильно. Поэтому люди постарались поменять национальность и до 80-х годов записывали с украинцами, белорусами, кем угодно, лишь бы не поляками, потому что в 1937 году вырезали всех. Это, ну, тут еще последнее, как говорится, прости, это тусовки священника на Шарташе. Они так весело выезжали с какими-то домашними настойками, наливками, и, как вы видите, веселились. Как могли, но это где-то 1933 год. Дальше будет хуже. Костел закрыли его, там у него долгая судьба была, и потом сделали из него дворец, ой, господи, не дворец, это автостанцию. И вот появилось польское общество. Также параллельно появились католики. Они очень часто пересекались. Католики построили на Гоголе 9 новый крам. Это был второй такой интересный момент солидарности, потому что строили своими силами. А в свою очередь польское общество, вот здесь мы можем видеть разные фотографии из разных лет, они создали несколько таких активностей, которые тоже преобразуют в какой-то мере город. Ну, например, вот поют. У них есть польская гостиная, есть, ну, то есть, короче, в культуре они оставляют, продолжают оставлять след. И на этом вот такая тема. То есть, я прямо с удовольствием бы говорила и говорила, но чтобы у вас была прекрасная возможность задать вопросы, я остановлюсь уже на этом. И хочу сказать, что поляки и католики сейчас немножечко разъехались в разных направлениях, но, тем не менее, и в том, и в другом случае мы можем наблюдать момент такой солидарности, которая помогла людям, во-первых, сохранить какую-то свою самоидентификацию, сохранить какие-то вот эти межличностные связи и стать какой-то ячейкой, которая меняла среду, ну, где-то глубоко, где-то не очень. А если говорить о в общем фоне, да, в разных наших направлениях, там, в культуре, в архитектуре и так далее, там были поляки, но тут нужно тоже понимать, они не вкладывали в архитектуру, что там, вот сейчас мы какой-нибудь польский кирпич зафигачим. Это были уже, скажем так, обрусевшие граждане, но, тем не менее, ну, вот самый такой яркий пример это Сигизмунд Домбровский. Там трудно сказать, что он прямо польскую архитектуру заглушил там весь город в 20-х, но, тем не менее, хотя бы своим именем светил, поэтому, ну, мне всегда радостно смотреть на сквер перед пассажем 25-го года работы Сигизмунда Домбровского. Спасибо за внимание. Можно я задам пару вопросов, уточняющих сначала? Что такое экуменизм? Экуменизм — это... Дело все в том, что каждая церковь, она очень жестко преследовала соединение с другими церквями. Во второй половине 20-го века появилось такое течение, что давайте не будем шельмовать, допустим, католиков, давайте с ними немножечко дружить, или католики. Давайте не будем предавать анафемию православных, давайте будем вместе встречаться и чего-то там вместе делать. Ну, отношения разные, но, тем не менее, существуют. И второе, я хотела еще раз уточнить, где именно находился вот польский квартал? Локализация такая, если взять, получается, главное строение — это Домбровского. Следующее, вернее, даже правильнее сказать, локализация, главное строение — это все-таки католический костел, потому что он как бы был в отрыве. Это Покровский проспект, Целеная площадь, как она называлась, и вокруг нее обходила железная дорога, которая шла на восточную. Сейчас это ронда напротив гостиницы «Центральная». Второй объект — это Дом Поклевских козел. Следующий объект уже за костелом — это дом Мамины Сибиряка, был дом Фальковского. В Нарузах-Люксембург был дом Туржанского, поскольку Туржанский — не только художник, его отец Виктор Туржанский был врачом известным достаточно в городе. То есть вот в этих локациях еще на Белинского было пара адресов, ну просто вот эта вот локация, скажем так, примерно до улицы Куйбышева от 8 марта, но они, конечно, разбросаны. Не то, что это прямо близко-близко, но с другой стороны, я не особенно... Ну, хотя один оторвался, это был этот... Господи... Круковский, который... Ну он тоже уже обрусевший был товарищ, но его здание сохранилось. Чем он город снабжал? У него была макаронобойная фабрика. Всегда меня очень поражало этому, как он в одном и том же месте делал по... И макароны, и обои, ну вот так. А где его дом? Дом, это рядом с храмом на крови, который симпатичный, полярекса сохранился. Ладно, спасибо. Я бы хотел спросить, вот в конце лекции там была фотография дома такого двухэтажного, вы сказали, что он сейчас на территории то ли актового вязала, то ли депо... В костёре снесли башню и после войны в нём была автостанция. А потом ещё были на фотографии здания на Гоголя-9. Это усадьба, которую купили поклевские для общины, и сейчас на этой территории находится восстановленная, ну такая небольшая католическая церковь Святой Анны. Мы можем отмотать, быстренько вы скажете... Автостанцию полностью под ноль снесли, поэтому тут... Мало того, ещё успели поковырять в ней... Вот это, то, что купили поклевские, я не знаю, куда нажимать, чтобы... Ну, на красненькое-то. Я не буду сейчас уже... Ваши внимания... Да, там, наверное... Вот эта автостанция была, она такая симпатичная, но по легенде очень такой известной, ну в том плане, что не то, что она какая-то суперлегенда, скорее всего, так и было. Туда хотели поставить памятник Малышеву, когда его снесли. Вернее, ну не знаю, может быть, ещё подумали, вокзал-то уже перенесли, здание ни с чем особо не ассоциировалось, то есть это не было, что, о, надо всё снести, потому что это религия. Нет, это уже, оно выполняло совсем другие функции, и поставили картонный макет памятника Малышеву, и он стал лучше выглядеть, чем памятник Ленину. И поэтому решили, ну блин, что-то как-то мы зря, наверное, снесли этот автовокзал. Чего уж теперь, пусть будет скверк. Я находился в Карла Рипнихта, Роза Люксембург, Малышева, вот это вот. Как раз там есть это здание, которое... Дом Сиана, да. А в, если говорить о связях с еврейской диаспорой, у нас жил доктор Сосон, которого могила на Широкореченском кладбище, он очень такой популярный в 20-е годы, врач был. Жил, в смысле, на Гоголе 9, ведь занимал там этаж, наверху католики, внизу доктор Сосон, все очень хорошо уже вались. Так, да. А мы еще упустили момент о поплевских позе у Кастыри жили революцию. Их намотало или они... Средняя история. Ну, в смысле, почему дом сохранился? Дело все в том, что Яков Юровский, опять же, представитель избранного народа, решил, что, ну, новой власти, которая еще только нарождалась, еще не была даже Октябрьской революции, нужен самый лучший дом. И поэтому они этот дом сразу отжали, еще при, как говорится, живых поклевских. Поклевские уехали, как и Агафуровы, через Японию. Ну, молодые поклевские сражались во время Первой мировой войны на фронтах. Кто-то... Ну, в общем-то, все устаканилось тем, что уехали в Польшу, но тут второй привет, потому что началась потом Великая... Ой, ну, Вторая мировая, Великое Отечественное, поэтому денег не сохранили, но сладкие воспоминания о том, как хорошо было на Урале, сохранили, и живут по всему миру сейчас разные люди. Еще последнее, самое короткое. Дело все в том, что, ну, мы начали с того, что Польша не существовала, в 2018 году появляется новое государство Польша, и вот в этот период с 2014 по 2018 год, во-первых, формируются активно национальные объединения, у нас даже были польские харцеры. Ну, а вообще, тема, конечно, интересная, всегда всяких аспектов много можно сделать, но нас, я так понимаю, что сегодня это интересует, каким образом, зачем вообще люди объединялись и чего хотели, каким образом поменять город, какие цели в этом смысле преследовали, полякам нужно было сохранить свою идентичность, и, ну, вначале была мысль о том, что вот это мы сохраним, как консервные банки, а потом отчаливаем на родину, все такие ненарушенные, а потом пришло уже осознание, что, оказывается, по-польски можно здесь жить и не ездить туда-сюда, все тут прекрасно, но тут как раз и настиг 2017 год, оказалось, что нельзя. Вот такая была история, наверное, это практически про все национальности. Вначале их искусственно мариновали, потом дали немножечко подышать, чтобы потом, и вторая уже история начинается в 90-е, когда снова как бы разрешили, ну и каждый уже выбирал по-своему, как это все делать. Так, заберите микрофон, держи. Огромное спасибо! Спасибо! Друзья, можно ли мы пришли? Да. У меня несколько вопросов тут родилось. А всем или? Нет, я пришел послушать пропольские сферы, у меня перестали. Хорошо. А я узнал, оказывается, что у нас есть диаспоры татарские, еврейские. Татарская – это не диаспора, а хостомная. Нет, диаспора, оно очень такое… Они кто участвует в жизни Екатеринбурга? Или только сохранением ценностей занимаются? А, еще раз, я углубился в это вопрос. Частливые кто участвует в жизни Екатеринбурга или только сохранением ценностей? А, ну это такой оправданный вопрос, то есть, лично я? Ну, вообще, даже сообщество. Ну, за сообщество не могу говорить, могу говорить только за себя, в сообществе же люди, которые еще где-то работают, где-то деньги зарабатывают на хлеб, вот, а кто-то национальными темами занимается. Но, лично я, я коренной керинбуржец, я люблю свой город, то есть, поэтому я занимаюсь и национальной темой, и архитектурной, и историей, то есть, у меня проект «Татарская Собода», проект, Полина говорила, «Археекарство» было стало, и еще есть проект «По башне» в Керинбурге, «Екатаврск» называется, то есть, мне интересно, даже вот «Татарская тема», сейчас мне больше интересно, не с культурной точки зрения, а именно с точки зрения истории, и что эта история наследила, вот таким образом, то есть, нет желания мариноваться. Дальше сейчас, по сохранению ценностей, у меня вопрос, когда я слушал все это, про диаспоры, как раз, у нас сейчас в центре, практически, ну, это «Шортаж» строят, монстр огромного, там, порядка, с запуском первой очереди, там будет более двух тысяч дизельных фур ездить, вот, и у меня вопрос возник, на «Шортаж» очень много, и еврейских семей, и татарских семей, и там, в принципе, эти две тысячи дизельных фур, на маленькое население, семь тысяч человек, они, ну, и «Шортаж» озера, и парк, мы знаем, я знаю, скрупы, да, и ближайшие, Калиновские, и «Шортажские», тоже, поднимут полы, да, а вопрос у вас какой? Вот, почему, ни одна диаспора на защиту, не встала, к своим гражданам, не встает? А это вопрос диаспоры, вы считаете? Это, в первую очередь, вопрос горожан, то есть, горожане? Ну, вы же знаете, что горожане у нас посильные, а вы считаете, что диаспоры сильнее, чем передовой граждан? Это вот это, это как раз консолидированные горожане. Я бы могла на правах модератора немножко снять этот вопрос, потому что мне кажется, что мы здесь говорим об истории. Ну, да, об истории, просто, сейчас ваш вопрос очень актуален, это горящая тема длительной реки Катеринбурга, но мне кажется, что она немножко не в нашей нынешней повестке. Вот, я думаю, что все знают историю про вот эту, про эту технопарку, которые там строят, но давайте сейчас обсуждать, пожалуйста, историю сообщества. Нет, очень интересно было. Спасибо за вопрос. На самом деле, в конце этой всей лекции я просто хотела вам задать еще один вопрос каждому из вас. Я бы хотела спросить финально, что, как можно, наверное, выделить признаки солидарности, да, как мы понимаем, что общество санитаризируется, это, мне кажется, актуально для нас сейчас, и вот в каких-то таких конфликтах, которые сейчас есть, и как мы эти признаки санитаризации можем увидеть в истории, как это найти? на самом деле вопрос-то очень важный, но трудно понять, ну, проще всего объединяться или против какого-то врага, это самое простое, ну, условный враг, допустим, враг того, что ты потеряешь идентичность, и тогда люди, блин, не дадимся, мы будем там до последнего стоять, но второй момент, гораздо круче было бы, чтобы не против врага, а за любовь, но с этим всегда сложно, вот, есть враг такой, ну, в смысле, ну, не враг, а как сказать-то, общее решение каких-то проблем, ну, в общем-то, это довольно сложно, я какой-то первый запевь сделала, или вам дальше? Ну, как раз про солидарность, то, что сегодня произошло, уже происходит, думаю, будет продолжаться, то есть, есть тема сугубо национальная, мононациональная, когда мы там, собственно, сокроваримся, есть тема, наоборот, максимально широкая, городская, да, а есть тема, когда мы пересекаемся, допустим, с евреями, то есть, им интересно, то, что там евреи жили, а мне интересно, что там Магофорова жили, а тебе интересно просто, допустим, по архитектуре, мы вместе побежали, и давайте внесем в вестр объект культурного наследия, вот как-то так. Хорошая история. Да, это та же самая история, про объединимся против врага, то есть, да, у нас есть проблемы, и мы можем объединиться, наверное, если в плане, истории, то то же самое, люди, граждане города, они объединялись против каких-то проблем, ну, как, судя по евреям, да, ближе им было все-таки медицина, образование, и в борьбе, скажем, какой-то эпидемии, просто все сплачивались, это не только евреи, просто все граждане пытались что-то сделать. было разделение, я считаю, что на кучки, да, на общины, но когда нужно было, то город все-таки был в едином, какие-то проблемы городского масштаба всегда решались. если посмотреть сейчас, ну, скажем, вот эпидемия, да, я просто знаю, что происходит в еврейской общине во время эпидемии, и сейчас они взяли на себя очень важную функцию благотворительности, то есть существует организация волонтеры, Лига волонтеров при культурном центре Минара, и они осуществляют помощь пожилым людям, и это не только пожилым евреям, но и также и другим, которые нуждаются одиноким в секторе. в жизни. Да, активно участвуют в жизни в городе, то есть вот, чем могут, они заняли вот эту волонтерскую нишу. Ну, вот опять про идентичность, у нас же после советских времен очень тяжело было сохранить идентичность, были все русские, не было национальности, советские граждане, и второй момент, очень же люди не пересказывали свою историю, особенно те, кто был купцами, боярами, знать их. То есть, история умолчалась, не афишировалась, и керков преследовали. Поэтому очень много у нас сейчас русских с польскими, с еврейскими именем, которые не особо знают свою историю. Ну, да, Рябика, вот она не про... Уже я подумала, что же может быть за любовь, про врагов только каких-то общей проблемой. Я думаю, что, конечно, ну, каждому, может быть, хотелось бы быть членом всех вот этих локальных сообществ, но на самом деле они именно ценны, может быть, своими берегами. То есть, невозможно охватить всю Вселенную, хотя, на самом деле, в этих национальных движениях, ну, в смысле, так уж получилось, что меня поляки заинтересовали. И вот с 90-х годов мы... У нас был дом Дружбы на набережной рабочей молодежи, потом это... Там все очень плотно общались, у нас были какие-то совместные мероприятия. Вообще, надо сказать, если говорить о национальной теме, в нашей Свердловской области был даже принят специальный праздник, День народов Среднего Урала, который до сих пор очень активно отмечается, 144 национальности живет и так далее. Но здесь вот именно плюс в малых сообществах, что они могут помогать друг другу. То есть, человек становится не обезличенный, он, включенный вот в это локальное сообщество, он становится чьим-то другом, кто-то о нем заботится. И для него вот это вот тепло этой общины, оно помогает выжить, ну, не в смысле, что мы все там выживаем, но имею в виду, что жизнь становится ярче, приятнее и так далее. И именно кому-то сейчас помогает то, что тема глобализации и в принципе ты не чувствуешь себя в гетто своем, а можешь принадлежа к этой общине выходить, общаться, а потом в этой же общине чувствовать себя очень таким хорошим человеком. Большое спасибо. Мне кажется, это великолепная нота, на которой можно закончить этот вечер. Спасибо. Еще раз. Я предлагаю, у нас есть чай, и я предлагаю остаться и договорить все вопросы, которые, если не договорены, задать их. Все. большое спасибо и мы ждем вас здесь по четвергам и будем объявлять следующие темы, следующие семинары. Спасибо. 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 Спасибо.